На библейский портал Экзегет поступил вопрос «Нужно ли закрывать зеркало в доме, где умер человек?» Этот вопрос говорит о том, что люди, наверное, помнят время, когда умерший человек оставался в квартире или в доме. В моем детстве были такие примеры. Помню, умерла бабушка, мы приехали с родителями на квартиру, ее положили на стол, накрыли темным покрывалом. Уже был гроб, приходили родственники, соседи. У нас была знакомая монахиня, она пришла, читала псалтирь. Но так как семья была такая невоцерковленная, неверующая, то зеркала действительно были закрыты. Но вот у меня с детства осталось очень такое трепетное благовейное отношение к тому, что усопшая, ну бабушка умершая, она была с нами до конца. Потом были похороны, это было сельское кладбище, гроб несли буквально на руках, брали с собой такие табуреточки, разбросанные еловые ветки. Ну, священника не было, потому что это было в советское время. Но ощущение какой-то такой, знаете, соборности того, что человек уходит из этой жизни неодиноким, оно все-таки было. А сейчас ситуация поменялась очень радикально. Когда человек умирает, родственники звонят сначала в милицию, потом в службу медицины, доставка тела в морг, и покойника увозят. Поэтому следующая встреча бывает уже в морге, когда получают тело, дальше вопрос отпевания и похорон на кладбище. Поэтому зачем закрывать зеркала, даже если это люди такие суеверные, если покойников дома нет? Это уже теряет всякий смысл. Даже если вот встать на позицию такого суеверного человека. Что нужно делать? В тот момент, когда человек умер, повторю, что надо вызвать, позвонить по телефону, вызвать сначала милицию, потом вызвать скорую помощь. Но пока еще эти службы едут, надо почитать псалтирь. Будет очень хорошо, если мы это время посвятим молитве. Дальше, когда покойника увозят, опять же, есть время. Кто-то готовится к похоронам, необходимые все дела делает. Но и в этот момент, вот эти первые часы еще, или минуты после смерти, очень важно почитать, помолиться за душу усопшего человека. И лучше всего здесь совершать поминовение на псалтире. Вообще, в течение 40 дней, на поминках, если это все-таки христиане, если это верующие люди, надо спросить, кто способен читать псалтирь. Если найдется 20 человек, будет прекрасно. Каждый берет по одной кофизме, и в течение дня за усопшего прочитывается вся псалтия. Представляете, как это важно? И так это делать нужно в течение 40 дней. Тогда будет такое реальное молитвенное участие, молитвенная помощь. Ну, а дальше мы уже сейчас не будем говорить, что нужно совершать поминовение в храме, и на панихиде, и на литургии, на проскомедии. Так что вопрос с закрытием зеркал – это чистое суеверие, которое не имеет никакого смысла, никакого объяснения. Кто закрывает зеркала, страдает очень слабой такой верой в Господа Иисуса Христа, забывая, что каждому человеку придется умереть, и зеркала закрыты или не закрыты – это такая выдумка, такие басни, которых не нужно придерживаться. А верить в то, что душа человека ждет суда, все люди грешные, поэтому на суде всем будет очень страшно, мы будем трепетать. И вот лучшая помощь для покойника – это молитва, как я сказал на псалтире, и обязательно дела, милосердие во имя усопшего. Это может быть все, что угодно, это может быть обед для бедных, это может быть милостыня, это может быть розданные вещи в дом инвалидов или продукты в детский дом, ну, все, что, как говорится, на что способны. То есть добрые дела во имя усопшего нужно творить, тогда мы реально поможем душе этого человека. А закрывать зеркала не надо. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok